В начале сентября мэрия представит горожанам проект сквера Петра Первого. Новая зеленая зона должна появиться на пустыре у речного вокзала. В начале августа стартовал конкурс на создание скульптурной композиции. Прием работ должен завершиться 9 сентября. Проекты будут оцениваться по нескольким критериям, в их числе уникальность, узнаваемость личности императора, гармоничное сочетание скульптуры с местом расположения. То место, которое выбрано для памятника Петру, оно в известной степени мемориальное, оно все-таки удачное, потому что в том районе, по крайней мере, Петр был. Он приплыл на Галере, на Струге. Высадка была, скорее всего, где-то в районе устья Глебчево-Оврага. Потом прошли, и были Причистинские ворота в районе Казанской церкви, Казанский взвоз. Правда, то, что сейчас является улицей Московской, Московский взвоз, тогда не существовало. Тогда здесь был вал. Там ворот не было, где Московская улица начинается. Но, тем не менее, примерно в этом месте был дом коменданта, который как раз Петр Первый посещал. Площадь, где будет находиться императорский сквер, по сути, речные ворота Саратова. Она соседствует с набережной, куда летом ежедневно прибывают сотни туристов. Отсюда открывается прекрасный вид на Троицкий собор, здание управления железной дороги, современные постройки, которые удачно вписались в существующий архитектурный ансамбль. Некогда гордостью был и речной вокзал. Разработанный проектировщиками из Ленинграда, его построили в конце 60-х. Внутри вас встречал просторный зал ожидания, кассы, балкон, медпункт. На первом этаже были служебное, почтовое, багажное отделение. Широкие лестницы свяжут вокзал с причалами, писал в газете «Коммунист» главный архитектор города Юрий Минякин. Это одно из немногих очень интересных зданий этого периода, действительно достойных. Он везде отмечен как один из лучших речных вокзалов Советского Союза. Поэтому в свое время был он очень хорош. В 90-е Саратовский речной вокзал разделил печальную судьбу своих волжских братьев. С уничтожением пассажирских перевозок свой изначальный функционал утратили и сами здания. Оказавшись в частных руках, они перепрофилировались в магазины, ночные клубы и тому подобное. Правда, внешний облик зданий новые владельцы по мере возможности старались сохранять. Здесь больше повезло Волгограду, где бизнес положился и восстановил знаменитую шайбу. Сочетание современных технологий, помноженные на уважительные отношения к исторической памяти, позволило нашим соседям создать еще одно место притяжения для гостей города. В этом плане Саратов стоит особняком. Облик нашего реч-вокзала в постсоветские годы менялся несколько раз. И каждая такая реконструкция делала новую версию страшнее предыдущей. Апогеем стало появление на набережной серой коробки с надписью «Хмельная номер один». Впоследствии рекламу забегаловки убрали. Внутри уже много лет квартирует магазин. Там, где когда-то были залы с видом на Волгу, сегодня продают кухонную утварь и различную технику. Оставляет желать лучшего и состояние прилегающей территории. А это именно то, что первым бросается в глаза туристам, прибывающим в Саратов по Волге. У этого здания, насколько я знаю, есть несколько собственников. И поэтому, наверное, надо активно взаимодействовать с этими собственниками, чтобы прийти к какому-то такому взаимоприемлемому решению. Потому что, если посмотреть на исторические фотографии, даже в советское время здание претерпело определенные изменения. Вот когда-то открытая верхняя площадка, она со временем стала остекленной. Поэтому очень аккуратно, очень осторожно к этому отнестись и, еще раз говорю, по мере возможности вернуть вот тот вот близко к тому, что было. Судя по сообщениям в инстаграме мэра Михаила Исаева, переговоры с собственниками уже начались. Предпроектные решения общественности обещают показать в ближайшее время. Но есть и иной путь. По нему, кстати, пошли в Ярославле, где здание речного вокзала включили в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Таким образом, власти не дали собственнику начать перестройку здания по своему вкусу. Почему бы и саратовским чиновникам не перенять позитивный опыт ярославских коллег? Что касается Императорского сквера, то работы по благоустройству в нем должны завершить уже в этом году. По установке монумента таких четких дат нет. Историки опасаются, в погоне за результатом город получит очередную унылую штамповку. Сейчас памятников, я точно знаю, больше 80 памятников, и в основном новые, установлены в России. Это первая самая популярная фигура историческая. Вот она всех устраивает. Памятники ставятся в массовом порядке. И хотелось бы, чтобы этот памятник не был каким-то таким вот совершенно тривиальным. Хотелось бы, чтобы это был какой-то интересный проект, который бы действительно украсил наш город. История с установкой памятника Петру Первому в Саратове корнями уходит в XIX век. Горожане дважды пытались увековечить память о Великом Императоре. Но обе попытки закончились неудачей. Память о них хранится в стенах Радищевского музея. Хочется верить, что третья не пополнит ряды его экспонатов. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин